У меня няшка! Няшка, няшка! Да, лапу дала мне, спасибо! Давай лапку! steelhorn Давай мне лапку! Ой, смотри, смотри, зю делает! Чабачка зю делает! Только, милка, ну не толкай! Зю делает собачка, смотрите, чё она делает! Только вторая ей не даст, да, Нита? Ревнует! Ну, халюсия, 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 халюсие, шабачки! Вот это зю, который делает вот эта вот собака, это у неё, как бы, от природы, это она, как сказать, команда, которую мы не учили. Давай, Зю. Вот так вот. Ну, так мы ее назвали, команду Зю. Она вот так голову делает, говорит, чеши меня. А вторая так не делает. Потому что она другая собака. Няшка. Спрашивали в комментариях, удобно ли так теперь вот мне с этим столом. Стол получается у нас не на кухне теперь обеденный, а в общей комнате. Вы знаете, да. Приятно обедать в этой комнате. Не знаю почему. Может быть, просто как разнообразие. О, Лешанчик, садитесь. Миша позвал? Может быть, как разнообразие, но стол вот так вот, как сейчас он стоит, действительно очень удобно. Агофелия, садись. Вот они мои ключики. Машинка моя готова. Починили. А Максову я отдала ему. Попробуем сейчас, как она заводится. Мой фиатик панда. Да. Все равно ветер дует еще. Пока что. Ну, не такой сильный, не ураган. По веткам видно. Но все-таки еще ветер есть. Не утих до конца. Моя бедненькая пандочка. Моя бедненькая пандочка. Ну все, отвезла сына в колледж. Надо будет его посреди дня забрать. У нас погода, как вы видите, не очень такая. Солнца нету совсем. Но это еще не факт, что его не будет. Может быть, сейчас распогодится и будет солнце. Я очень надеюсь. Потому что я хочу сегодня, у меня было, по крайней мере, по планам, сегодня заняться, продолжить передний садик, который мне часто поправляют в комментариях, что это не передний садик, а полисадник. Я сейчас заеду в магазин, куплю кое-что нужное, важное. По мелочам. Так. Где у нас что-то верещит? Ага, полиция. Давай, проезжай. Куда тебе надо-то? Все встали. Полицию пропускают. Смотрите, что увидела. Написано кофе логс. Какие-то брикеты из кофе. 8 фунтов стоит. Что здесь написано? Made in the UK. Сделано в Британии. Из recycled coffee grounds. Ух ты! Из... Ну как, recycle. Вот, видите, значок. То есть переработанного кофейных зерен. На 20% горячей. То есть оно жарит на 20% сильнее, чем дерево. Ну и уменьшает green house is gas. Парниковые эмиссии. Эмиссия, по-русски называется. В общем, интересно. О, какие они тяжелые. Ой! Сколько здесь килограмм, интересно? Написано 16 брикетов. А сколько килограмм-то? Даже не знаю. Очень тяжелые. Ух ты! Какая штука! Сделано в Британии. Первый раз такую вижу. Классно. Да, там брикеты. Вот они, брикеты. А, вот такие. Вот такие брикеты. Полукруглые какие-то. Вот такие вот. 8 фунтов. Я хочу, знаете что? Показать вам и самой посмотреть, сколько стоит постельное белье. Я нахожусь в таком сейчас, ну, бюджетном секторе. Да, то есть это не какое-то люксовое. Это обычное хлопковое. Сейчас я найду его только здесь. И я хочу сама посмотреть и вам показать. Ух ты, какое темное. Смотрите, черное. Да? Черное вот такое. Тоже двойное. На двойную кровать. То есть в Британии разделяется все на одинарную кровать, на двойную кровать. И там есть еще king size. Это самая большая. Это как такой квадрат получается. Ну, давайте посмотрим. Не будем такой черно-белой. Давайте посмотрим простое-белое. Вот, например, простое-белое. Да? Это на двойную кровать. А, вот это king size. Нет, это не подходит. Здесь так громко музыка играет, что я боюсь, что у меня не пройдет. Так, king size. Дабл. Вот, смотрите. Это простынка. Сто процентный хлопок. Очень приятный на ощупь. Белого цвета. Стоит она 12 фунтов. 12 фунтов это вот столько рублей. Это двойная. На двойную кровать. На одинарную кровать. Вот она, да? Вот он, то же самое. Сто процентный хлопок стоит 10 фунтов. Это вот столько рублей. И подушка, да? Вот то же самое. На подушку получается 5 фунтов. То есть, если я возьму одну подушку и одна простынка, это будет 15 фунтов. То есть, на человека. Ну, вот такая кровать, как у Леши или как у Миши, да? У меня двойная кровать. То есть, мне будет... На мою кровать, значит, мне нужно 12 фунтов и 2 по 5. Да? То есть, 22 фунта будет мне на двойную кровать мою. Есть вот такие вот... Вот такие вот с цветочками. Но это, по-моему, мне кажется, это не полностью хлопок. Ага, 52 процента полиэстер и 48 хлопок. Ну, тоже, в принципе, неплохое. Стоит на динарную кровать 6 фунтов 50. Есть вот такая расцветка. Вот. Есть вот такая вот расцветка, да? Ну, вот такие вот ценные. Вон есть темные какие-то. Я хочу посмотреть, сколько стоит все-таки вот эта первая. Вот эта первая. Сколько у нас стоит? А, это дабл, да, дабл. Вернее, не сколько стоит, а что это? Ага, 100% хлопок. 100% хлопок. Тут два цвета получается. Вот. Светло-серый с одной стороны, а с другой стороны темный, темный вот такой вот. Стоит 21 фунт. Сюда входит 2 на подушника и 1 пододеяльник. Вот так вот. Ну-ка, а это что это? Ой, какое мягкое. Ой, какое мягенькое. А, вельветовое. Вот написано. Вельветсвая. Дюветсет. Так, посмотрим сейчас, что это у нас. 100% полиэстер. 100% полиэстер. Ее стоит он, этот 100% полиэстер, 31 фунт. 31 фунт за двойную. Вот здесь такая цветная еще. Смотрите, какая красота. Ой, ну какая красота-то. Вот такая вот. Сейчас я скажу вам. Это тоже двойная кровать. 100% хлопок. И стоит оно 28 фунтов. Вот, дабл. Это king size цена, а это для дабл. 28 фунтов. Вот это, мне больше всего вот это понравилось. Смотрите, как красиво. И хлопок. Если бы я выбирала бы, я бы вот такую выбрала бы. И вот такую темную. Так, что еще здесь есть? Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. А есть одеяло. Я когда покупала в России одеяло, я купила в Калужской области, и мне вышло каждое одеяло около 2000 рублей. Тогда, конечно, курс рубля был совсем другой. По-моему, 1 к 100, мне кажется. И, ну, сейчас как бы, ну, в России вроде цены не поменялись, несмотря на то, что курс рубля как бы изменился, но цены в России на вот такие вещи, как я, поняла, что не поменялись. Смотрите, цена какая в Британии. Это у нас сингл. Одна спальня, кровать, одна спальня, одеяло. И стоит он 7 фунтов, 10 ток. Вот такой вот, под таким одеялом и мы спим. Сделаны они внутри, видимо, синтетикой, как я понимаю, а снаружи, а снаружи хлопок. Сделаны они в Британии. Я вижу значок, мы видим, будем. Так, что у нас тут написано? Полипропилен. Полипропилен. Из полипропилена. Я даже не знала, что из него делают. Ничего себе, я даже не знала, что из него делают одеяло. Это цена на одноместный, а вот на двухместный 9 фунтов. 9 фунтов. Это вот столько рублей. То есть, совсем дешево. С той же самой подушки. Вот. Две подушки. 8,50. И сделаны они, скорее всего, из того же. Ага, да, полиэстер. Да, полиэстер они сделаны. Вот такие. Вот такие вот цены на постельное белье. И если у меня была бы возможность, я бы, конечно же, взяла бы из Британии одеяло, потому что в России, если я не ошибаюсь, я потратила около 10 тысяч рублей на одеяло, и у нас не хватает все равно одеял этих. Одеяла там, подушки, и не хватает. К сожалению, я столкнулась с тем, что в России я видела очень много некачественного и дорогого. Опять же, это все потому, что я не знаю, где покупать. Захожу в магазин и вижу. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Да, вы посмотрите на это. Мои любимые цвета. Зеленый, оранжевый. Белочки, цветочки. Это сингл, одноместная. И она стоит 13 фунтов. Еще вот такая вот. Смотрите, какая красота. Ой, еще красивее даже. Это дабл, двойное. И стоит он 19 фунтов. Вот такой сет. Вот в этом я и думаю, может быть, купить в Британии, и я все равно буду везти. Вот, смотрите, сделано под, ну, как это, patchwork, по-английски, это по-русски. Лоскутное, как лоскутное одеяло, вот. Одноместное. Красиво. Я вообще люблю лоскутное одеяло. 52% полиэстер и 48% хлопок. Вот такая вот красота. И стоит оно 10 фунтов 50. Вот. Вот тут вот какое-то уже кончается тоже цветочное. Вон в квадратик. Такой квадратик. Для мальчика подходит, наверное, такой. Да. Он розовый, чисто розовый есть тоже. Смотрите, ну, мне кажется, это не хлопок. Мне это кажется. Сейчас посмотрим. У нас тоже двуцветное. Видите, с одной стороны будет такой цвет, это другой с такой. Какой хочешь, такой и поворачиваешь. И стоит оно, вернее, 52 полиэстера и 48 хлопок. Вот. Вот такие вот цены показала вам. Это обычный бюджетный магазин. Это не что-то дорогое, элитное и не совсем, как бы, ну, то есть качество хорошее, цена дешевая. Это то, чего мне не хватало очень сильно в России. Цены большие, качество хорошего я просто не могла найти. Василек. Мне все советовали Василек. Цены там какие-то, ну, большие. По сравнению с британскими ценами, там большие цены. У меня такой же. Я здесь его, по-моему, и покупала. И стоит он супер софт троу. 6 фунтов. 6 фунтов он стоит. Вот. Поэтому Василек вы мне всегда советуете, но он реально какой-то, ну, не знаю. Я не знаю, конечно, может, там супер классное качество. Ничего себе, а что это фунт 75 они стали стоить? Дорого. Я покупала за 2 фунта намного больше, что-то я не поняла. Мне просто свечки нужны были. А где? А, вон. Нет, 350. 350, смотрите. Что-то такое подорожало все. белые тоже 3,50. Я за 2 фунта в 2 раза больше покупала. По-моему, в этом же магазине. Что делать? А, что делать? Мне свечки нужны. Про Василек. Я не знаю, конечно, качество, и, скорее всего, когда я буду в России, я закажу что-то с Василька немного, и посмотрю, какое качество, нравится, не нравится, посмотрим. Ну, в общем, вот так вот. Походила, показала, сейчас вернусь, возьму свечки, наверное, и пойду. О, музыка прекратилась наконец-то. И пойду домой уже. Вот тут искусственные цветы. Вот такая вот. Ну, я вообще не люблю искусственные цветы, честно сказать. Не понимаю я этого. Я люблю настоящие, а искусственные не люблю. Не знаю, они меня удручают. Выглядит вроде как настоящее, но все искусственное. Когда-то это молоко стоило 90 пенсов, а теперь фунт 35. Реально, цены растут вверх. Это джерсийское молоко, одно homogenized, не знаю, как это по-русски, пыталась это понять в русском ютубе, не смогла понять. Это когда жир не отделяется, то есть он не скапливается вверху, а он по всей, как бы, по всему, по всему молоку. Процесс homogenization по-английски, то есть по-русски это, наверное, гомогонизация, ну, то есть homo, от слова homo, один. Вот, а это не homogenized, это единственное молоко, которое не проходит в этот процесс, и у него скапливается молоко, это бирсийское молоко из бирсийских коров, очень вкусное, очень такое сливочное, жирное, а по-моему, оно 5% мне кажется, сейчас я вам скажу, 4.8, да, 4.8, его возьму, Агафья его очень любит. Также возьму свежую лапшу, я думаю, так она называется, я не знаю, как ее назвать, она мягкая, это итальянская, написано Made in Italy, она мягкая, совершенно, очень быстро готовится, 3 минуты, закидываешь ее в кипяток, 3 минуты, и все, выключаешь, она на желтках сделана, она вот разная здесь есть ширина, разная форма, он есть даже со шпинатом, ну, у меня дети такую не сильно любят, мне нравится именно вкус, она есть вон трубочки вот такие вот, возьму, наверное, ребятам, сделаю им чего-нибудь такое, сегодня вкусненькое, две упаковочки возьму, опять же, не собиралась ничего покупать, но мне все равно на обед что-то надо готовить, возьму какую-нибудь курочку и вот из такой лапши сделаю ребятам обед, вкусная, кстати, лапша, такая вот мягкая, я не знаю, как она даже называется, совсем мягенькая, то есть она свежеприготовленная, я в отделе курином, сейчас выберу, так, это у нас грудки, грудки, это у нас вырезка тоже, кусочки, ага, вон там вот оно, вижу, не знаю, даже такое, крылышки, вон есть крылышки, да, или же взять та часть, которую вот мне писали, как она называется, не помню, не знаю даже, что взять, да, ее возьму, такую вот, курятину, все, вышла я из магазина, купила небольшую сумочку, сейчас пойду домой, готовить обед, заниматься делами, садами, документами, и так далее, погода на улице, теплая, дождя не капает, ветер немножко есть, в общем, да, видимо, сегодня я буду заниматься садом, вот прохожу мимо этого, моего бедного холодильника, который теперь лежит, просто вот, вот так вот лежит, а, он легкий, его можно подвинуть, ага, хорошо, сейчас его чуть-чуть подвину, вот так ногой, здесь вот мотор был, да, я так понимаю, вырвали, и сзади была вот здесь такая железная, как спиральная такая, чтобы ее тоже выломали, вообще, конечно, первый раз такое, первый раз такое, ну вот, цветной металл, видимо, да, здесь или что, не знает, короче говоря, если бы они спросили бы, аккуратно, да, как-то вот положили его, да, аккуратно это вот, забрали бы, у меня бы не было бы никаких, как бы, да, негативных чувств, а так как просто приехали и выломали молотком, не спросив ничего, конечно, вообще неадекватность полная, ну ладно, покажу, вблизи забор свой, раз уже здесь, вот он весь упал, я его показывала в темное время, суток, вот, видите, он полностью сгнил, то есть, надо это все разбирать, эти столбики я использую, написали в комментариях, сделай забор пониже, да, конечно, я его сделаю пониже, я вот этот столбик использую, я его вот так вот обрежу, и забор будет чуть-чуть пониже, здесь забор, он нужен только, чтобы собачки, которые, например, вот здесь вот греются иногда, на ступеньках, да, которые выходят пописать в этот садик, чтобы они не убежали за кошкой какой-нибудь соседской, то есть, этот заборчик, он такой, чисто декоративный, если кто-то захочет залезть, тут есть калиточка, да, заходишь, и она не закрыта, ну, то есть, перепрыгнуть через забор, вот этот, ну, ничего не стоит, то есть, это чисто декоративный такой заборчик, здесь, вон, видите, я даже сетку приделывала, потому что расстояние между этими самыми дощечками было такое, что собака могла пролезть, вот, в общем, мне предстоит это сделать, но это не сегодня, сегодня ветрено, дует, холодно, ну-ка, сейчас посмотрю, что там с той стороны, как оно приделывает, ага, вот оно, видите, приделано, оно уже к забору приделано, то есть, я, наверное, так же сделаю, здесь, видите, вот один столбик, один здесь столбик, и один там, вот я так же и сделаю, так же сделаю, а здесь он будет прицепляться к кирпичной стене, это когда-то делал мне наш, был здесь жил сосед один, мужчина, выпивающий, и он мне буквально за 20 фунтов, из моих же палет, это палеты, это вот это, вот это палеты были, он их раздолбал, как бы, и сделал мне заборчик, я его покрасила, и было он ничего, как бы нормально, но вот единственное, сгнило вот это вот, ну, а как оно могло не сгнить, короче говоря, буду этим заниматься, но уже не сегодня, сегодня ветер и холодно, моя туя, кто-то ее назвал ананасом, она так и стоит здесь, я еще ничего не отпилила, надо будет отпилить, да, жалко, конечно, тую, но, как я уже сказала, не в том месте, не в той стране она была посажена, ничего, она зарастет, все это зеленым, и будет такой шарик зеленый, да, здесь получается будет столбик, калитка, она крепкая, я ее, не знаю, не слышно, меня нет, такой ветер сильный, подобью немножко, тоже покрашу, здесь все сделаю, то есть, я ее, скорее всего, так и оставлю, как она есть, она вот здесь приделана, тоже к стене, короче говоря, Мишанчик, привет,